На грязном берегу Самарки добровольцы кончались остатками красных, бежавших из слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Красные, успевшие еще перебежать через деревянный мост, переплывшие наискосок Самарку, садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов. Многие сотни мертвецов уже уплыли в Волгу. На перевернутой гнилой лодке сидел говядин. Рукав его был перевязан трехцветной лентой. Мочальные волосы мокры от пота, глаза совсем белые, точками зрачков глядели на солнечную реку. Дмитрий Степанович, подойдя к нему, окликнул строго. Господин помощник начальника милиции, мне было сообщено, что здесь происходят нежелательные эксцессы. Воля правительства, чтобы доктор не договорил, увидев в руках говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошипел шерстяным голосом беззвучно. Вон, еще один плывет. Он вяло слез с лодки и подошел к самой воде, глядя на стриженную голову, медленно плывущую наискосок течения. Человек пять парней с полями подошел к говядине. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторопного квасника в опрятном фартуке, непонятно по какой бойкости уже успевшего выехать с тележкой. Доктор обратился к офицерам с речью о прекращении излишней жестокости. Он указал на говядину и на плывущую голову. Давешний, длинноногий ротмистер в снежном кителе, шевельнул бенами от квасной пены усами, поднял винтовку и выстрелил. Голова ушла под воду. Тогда Дмитрий Степанович, чувствуя, что он все-таки сделал все, что от него зависело, вернулся в горы. Надо было не опоздать на первое заседание правительства. Доктор пыхтел, поднимаясь в гору, пылил башмаками. Пульс был не менее 120.